Ты готова? Да. Хорошо. И я прошу тебя в энергоинформационном поле Земли найти тонкую эфирную энергетическую копию 1995 года, воплощенной на Земле. Один, два, три. Пошла. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой впервые в данном виде, согласно своему эфирному коду. Да. Хорошо. И бери Татьяну, защищай ее. И вместе с Татьяной поднимайся в нашу комнату диагностики и будь в ней. Один, два, три. Здесь. Хорошо. И мы приветствуем Татьяну. Интересуемся, готова ли Татьяна к диагностике. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса? Доверит. Хорошо. Татьяна готова. И я прошу тебя, разбей ее, пожалуйста, сейчас на семь тонких тел. Один, два, три. А значит, в красном теле, в ногах, пустоты. Хорошо. Переходим к оранжевому. Второе тело. Оранжевое вообще почти пустое у нее. Эмоциональное тело пустое. Переходим к желтому телу. Это третье. Желтый цвет. Живот. Он такой же, как оранжевое. Середина есть, а остальное пустое. Так. Переходим к четвертому телу. Сердце, грудь. Зеленая чакра. Четвертая. Половина. Да ты что. Это кто же так постарался? Я думаю, без инзектоида не обойтись, рептиков. Ладно. Переходим к пятой чакре. Это вишутха. Светло-голубой цвет. Пятая чакра, голосовая. Ну, цвет есть, но она пробитая тоже. У нее, как-то, знаешь, идет на левую, на левую сторону идет. Голубая, зеленая. Левая сторона есть в горизонтали, а правая пустая. Это во всем чакрам, да? Ну, вот зеленая, половина голубая, немножко больше цвета, но в таком варианте как-то у нее пробита, получается, правая, что ли, сторона пустоты большие. Хорошо. Посмотри, пожалуйста, третий глаз, темно-синий цвет, шестая чакра. Даркон у нас синий здесь. Он заполнил всю ее чакр. Яркий цвет синий. И фиолетовый цвет, седьмая чакра, темечка. Седьмая. Как прозрачная. По всем чакрам. Редко бывает такое, но... Но вот этот дракон, он как переходит на фиолетовый тоже. Я вижу его как части какие-то. Такое чувство, что мы на пороге большого шухера. Хорошо, ладно. Собираем все тонкие тела вместе. Значит, три, один, два, три. И переходим к процедуре скэнера. Я даю команду. Татьяна заходит в скэнер, становится. Скэнер начинает на счет три работать. Автоматически находит всех подсервентов, все каналы, все присадки. Ответственный притягивается в клетку тюрьмы и становится ее заложником. Мало три, я вижу пока. Это дракон. Нижний кто-то. Синий был, да? Синий дракон. Посередине кто-то у нас еще. Снимаются все маски, голограммы, все ответственные притягивы. В первозданном виде, согласно своему эфирному коду. Один, два, три. Это этот. Арахноид. Арахноид. Дракон синий. Считай цифры над драконом. Один, два, три. Триста пятнадцать. Одна голова, две. Одну. Хорошо, Арахноид. Есть третий. Поехали. Кто у нас там третий? Кто у нас из темных? Чертик. Считай цифры над головой черта. Один, два, три. Пять. Пять. Это черт. Кто еще? Какого-то не хватает. Давай я просканирую. Я пока вижу три канала. Хорошо. Возьми твой специальный скейнер Плеяд. Значит, три, один, два, три. И просканируй полностью все тонкие тела в ручном режиме. Ну, черт. Это красная, желтая, оранжевая, желтая. Это арахноид. Оранжевая, желтая, арахноид. Это меня немножко удивляет, потому что это вообще не его энергия. Он на голове сидит. А ну давай к арахноиду подойдем. Снимается. Все маски, голограммы. Один, два, три. Это он. Там дракон занял. Дракон занял. Хорошо. Они сейчас все в клетке находятся, да? Да. Значит, у нас три канала. Дракон синий, арахноид и черт. Да? Да. Хорошо. Кому ты ближе всех находишься сейчас? Черту. Здорово, чертяка. Здорово. Как дела? Все нормально? Было нормально, пока ты не пришел. Согласен, согласен. Давай начинаем тогда с тобой. Я тебе объясняю процедуру, объясняю всем процедуру сегодняшнюю. Я буду задавать вам вопросы, вы обязаны отвечать на них правдой. Если вы будете меня обманывать, я буду на вас воздействовать. Если вы не будете обманывать, я не буду на вас воздействовать. Первое. Второе. После того, как я сейчас дам команду на реверс энергии, мы отдадим вам все черное, что вы дали, и заберем все светлое. После этого третьим этапом проходит проверка того, убрали вы все из биополя или нет. Если вы не обманули и все убрали, я отпускаю вас безболезненно на вашу чистоту. Если кто-то меня попробует обмануть, я скейнером найду эту подключку ярко-красным цветом подсветиться, ответственный. После этого я подхожу и начинаю его бить на его чистоте своим копьем. Если вы не хотите этого, прошу вас сегодня серьезно отнестись к моим рекомендациям и прислушаться к моим советам. Все. После реверса я дам команду снять все присадки, все импланты, и если что-то останется, тот ответственный будет серьезно наказан. Все поняли? Да. Хорошо, я подхожу к синему дракону. Дракон спрашивает, когда ты подселился, сколько лет ты жил в этом теле? Он с 10 лет, он мне показал уже все. Расскажи. С 10 лет он мне находился, да? За что он был ответственен, за какие реакции, за какие эмоции? Что он ей показывал, что он ей мешал реализовать себя в жизни? Какие энергии он воровал? Сомнения вселял у нее. Сомнения. Неуверенность. Эмоциональные. За эмоции за ее отвечал. Насколько нам клиентка сообщила, это как раз те симптомы, которые ее очень сильно беспокоили. Все были названы. Значит, с 10 лет он мне сидел. Это с 2005 года. 16 лет получается. Неплохо, неплохо. Хорошо. Он мне почему-то какую-то школу, что ли, показывает. Двор. А, в школьном дворе он подселился, да? Она одна была, да. И что там произошло, точно покажи. В школе произошло что-то, она ходила одна по двору. Понятно, выбрал себе момент. Хорошо. И он, как с ней договорился, что будет, и не будет грустно. А, не будет грустно. Очень интересно. Я даже не думаю, чтобы она об этом помнила. Вот. А как он ей подошел так на ментальном уровне, что она могла его услышать? У меня стресс был. И в школе что-то у нее случилось. Хорошо. С детьми. Угу. Выбрал хороший момент. Ладно, хорошо. Переходим к арахноиду. Арахноид, как ты долго сидишь в этом теле? За что ты был ответственен? Когда подселился? А, два года. Два года. Арахноид, а почему ты сидишь в эмоциональной чакре и в чакре, где накапливаешь желтой чакре? Во второй и третьей. Почему ты не на своем месте, не на голове? Меня вот это интересовало. Там дракон. А, там дракон. Вы поменялись местами? Он эти, откладывает яйца. Инкубатор делает, да? Да. Понятно. Хорошо. Ну и два года этот сидит. Хорошо. Черт, как долго ты сидишь, когда зашел? Пять месяцев. Пять месяцев. Хорошо. На какой эмоции зашел? Плакала. Плакала. И что ты пообещал? Как ты зашел? Когда ситуация была, она расстроенная была, плакала. И сказал, что мы справимся. Понятно. Ну и справились. Ты выполнил свое обещание? Нет. Понятно. Если бы ты сказал какой-то другой ответ, я бы тебе не поверил. Хорошо. Иначе ты бы просто не был чертом. Ладно. Хорошо. Черт. Последний вопрос. Сколько тебе лет в человеческих годах? Пятьдесят шесть. Пятьдесят шесть. Ты представляешь? Ты даже меня старше на два года. Ладно. Хорошо. Я не собираюсь тебе причинять никаких неудобств. Я просто всем объявляюсь сегодня. Сейчас произойдет реверс. После этого вы больше никогда не будете приходить в это тело. Найдете себе новые места обитания. Я думаю, для каждого из вас это не представляет особого труда. Но это тело мы теперь будем постоянно проверять. И я рекомендую вам никогда больше сюда не приходить после чистки. Потому что я после этого буду реально вас наказывать. Я надеюсь, до этого не дойдет. И вы воспользуетесь своим здравым смыслом. Хорошо. Переходим к процедуре реверса. И я даю команду тонкой копии Татьяны спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкой вибрационной энергии в ее биополе. Один, два, три. Начинает выстраиваться каналы из сущности. Каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкой вибрационной энергии, откат из всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналу. Чужеродная по отношению к Татьяне. Энергию страха, неуверенности отдаем. Энергию всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Таркону грязь идет. Разноцветная грязь такая. Смешанные цвета. За 16 лет там выйдет немало. Серость забирает. Арахноид. Хорошо. Что у нас там, чертик снимает? Ничего не снимает. Не понял. Черная энергия идет к нему. Понятно, хорошо. Не красная? Знаешь, какой-то цвет. Черно-зеленый? Он между серым и черным. Гриффит, как его называют? Я знаю. Он как войлок какой-то, я бы сказала. Да у него даже какие-то эти колокна. За пять месяцев так много энергии наставил. Дал негативный, черт. Как так? А у него реакция такая, говорит. В плане? Эмоционирует. А, эмоционирует. Это как раз то, что ты любишь, да? Да. А какие бы эмоции тебе были бы неприятны? Вот если бы ты ее увидел и сказал, нет, туда я не зайду. Такие эмоции мне не нужны, такие вибрации мне не нужны. Скажи мне. Сила воли. Сила воли. Любовь. Тебе не нравятся эти частоты, да? Нет. Хорошо. Черт, скажи мне, есть на Татьяне сейчас лярвы где-то находятся на ее теле? Посмотри. Говорит, что я еще маленький для таких. А, чтобы лярвы делать, да? Нет, для таких вибраций. Понимаю, понимаю. Но другой, конечно, бы демону, ему это было бы, скорее всего, даже интереснее. Такие вибрации попробовать зайти. Мы встречались. А тут вечные сомнения меня это устраивает. Вечные сомнения. Как раз то, что тебя притягивает. Вот это интересно будет Татьяне услышать на будущее. Понятно. Так ты мне скажи, есть лярвы на теле Татьяны? Потому что если есть, я тебе просто ее отдам. Если ты хочешь. Потом, конечно. А у нее на голове лярвы. Хорошо, черт. Эту лярву я потом тебе отдам. Хорошо. Все. Как у нас с реверсом забирается, усиливаются потоки в 50 раз. А остатки все до конца уходят. До последнего микрона назад. Черт забрал. Арахноид. Забрал. И дракон синяя. К нему еще идет. Вот эта лярва, которая на голове, это у нее такие же какие-то цветы. Ну как, они как, я бы сказала, серые, как серое облако она. Небольшая такая. То есть она, она как не затвердевшая еще. Рыхлая такая. Ну все, я понял, свежая. Ты свежая. То есть это, видать, за последние месяцы или годы. Это эмоции. Эмоции. Татьяна, эмоции. На этом месте от нас совет. Это не всегда хорошо. Лучше всего соблюдайте золотую середину. Эмоциональные перепады только привлекают таких сущностей, как вы уже поняли. А ваши сомнения еще открывают им самые большие двери. Уверенность и любовь. Вот два направления, в котором вам следует дальше двигаться. Наши рекомендации. Хорошо, Вера. Отдали все. Хорошо, и устанавливаются фильтры с золотой сеточкой на все каналы. Один, два, три. И в порядке реверса. Татьяна забирает чистую, светлую, божественную энергию обратно. Пошла энергия божественная, чистая. Один, два, три. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли. Да, последние капли возвращает Татьяна себе обратно. Она хозяйка своей энергии, возвращает все себе обратно. У этого дракона. От него, конечно, энергии такие радужные идут. И у него тяжелая очень энергия. Вообще не знаю, как он. Давящая такая какая-то. Вот даже он там, клетки от него, какое-то такое тяжесть, что ли, как сказать. Даже не знаю. Неприятное какое-то такое, как давление идет. Да, он постепенно занимал. Синхронизировался с телами. Дракон, ты мне скажи, ты был ответственен за то, что у Татьяне было тяжело с людьми коммуницировать? Он много за что ответственный, так говорит. И он постепенно это делал. Как она росла, он постепенно с тела на тело синхронизировался. Шестнадцать лет. С телами. И то есть она постепенно привыкала к нему. Ну вот пришел момент отвыкать. И принимала все это за свои привычки. Абсолютно верно. Так и делала. И ты был ответственен за это, да? Да. Красное отдает черт. Энергии жизни кто-нибудь брал? Телесного цвета? Нет, не брал никто. Хорошо. Все питались энергиями. Яркая девочка, поэтому яркие энергии в таком возрасте. Это понятно. И, соответственно, и сомнения у людей есть. Но ты же видишь, никому не дают поблажек. Хоть тебе сто лет, хоть тебе десять лет, хоть тебе пять лет. Им по барабану. Они видят только энергию. А не человека за этим. Отдали они. Хорошо. Так. Вот и наступает этот момент, когда я обращаюсь к арахноиду, дракону и черту. Сейчас я посчитаю от одного до трех. И вы выйдете и вытащите все. Если кто-то что-то забудет, я обращаюсь к арахноиду. Значит, яиц и так далее, я все знаю, где арахноиды оставляют. Дракон ничего не забывает, черт. Хоть одна ниточка и испортишь весь вечер. Все, приступайте. Один, два, три. Вот этот дракон, он достает с голубого тела, из зеленого, как пластинки, таки достает. Пластины – это их фишка. Арахноид выгребает. Арахноид, пожалуйста, не забывай, ни паутинки, ни… Я все знаю, где ты что можешь оставить. Мы включим скэнер и все найдем. Поэтому вы сами хозяева своей судьбы. Не хотите неприятностей, все доставайте. И черт красный снял, как носочки какие-то. С какими-то колокольчиками, какие-то бубончики, не знаю. Что-то на ногах снял все. Молодец. Хорошо. Готовы. Хорошо. И насчет три. Я включаю сейчас скэнер. Скэнер начинает сканировать Татьяну по всем частотам. Если что-то еще находится, автоматически выстраивается канал. И, соответственно, за этот канал начинает мигать ярко-красным цветом. Один, два, три. Скэнер начинает работать. Забрали все. Все чисто, да? Да. Но у нее такие цвета сейчас в перемешку просто. Это мы сейчас решим. Хорошо. Черт, я тебе обещал лярву. Можешь взять ее. Сейчас. Аккуратненько бери только. И все до конца. Да. Хорошо. Еще один вопрос. Черт, там, где Татьяна живет, там в квартире есть порталы? Живут там какие-нибудь сущности? Он говорит, я не знаю. Я не выходил. А, он не выходил. Ну, ладно. Хорошо. Будет необходимость, Татьяна спросит. Хорошо. Все, я закончил сегодня процедуру. Вы все забрали. У меня нет ни к кому претензий. Сейчас мы проведем отключение канала. Вы после отключения канала. Я вас буду всех отпускать. Хорошо. И посмотри, сколько энергии у Татьяны сейчас? 72. И герц? 8. 8. На кладбище стоишь. Хорошо. И сколько дадим ей, Вера? 120. 120 и 12, да? Или 15? 15, да. Хорошо. И на счет 3 в макушку головы Татьяны начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 120% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Поступает все необходимые цвета. Заполняет пустоты, образовавшиеся от интерферентов. Выталкивает негативную энергию. Частота ее вибраций поднимается до числового значения 15 герц. 1, 2, 3. Пошел подъем. Сейчас мы синхронизируем ей все, гармонизируем вибрации, энергии. Готово. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Есть. Хорошо. И блокируй все каналы. Предлагаю тонкой копии Татьяны поменять полярности к подключу к чиповым датчикам имплантов и конвекторам. И нанести импульс высокооборационно-шокового удара по этим чиповым датчикам и сжечь их. Шоковым ударом в 100 000 герц. 1. Концентрируйте всю свою энергию. 2. Готовиться мощным ударом шокового импульса в 100 000 герц. Остегнуть и сжечь все каналы. 1, 2, 3. Удар. А только, получается, Даркона отстегнула. Еще один удар ей нужен. Понял. Хорошо. И давай я подхожу сейчас к Татьяне. Кладу руку на плечо. И моей энергией блокирую все каналы. Меняю все полярности всех подключек чиповых датчиков. Концентрирую всю свою энергию. И мощнейшим ударом в 500 000 герц сжигаю все каналы. 1, 2, 3. Удар. Есть. Отлично. Хорошо. Каналы отстегнулись. Все. Хорошо. Тогда подходим к синему дракону. Дракон Ядя. Прошу больше не приходить в это тело. Тогда ты не будешь страдать. Найди себе новую жертву. Ты больше сюда не придешь. Мы, Татьяну, будем теперь регулярно проверять. Если ее самочувствие изменится, она мне напишет или позвонит. И, соответственно, я тогда через 10 минут найду тебя. Поэтому серьезно отнесись к этому и найди себе новое место обитания. Ты понял? Ну, понял, да. Хорошо. Согласен ты или не согласен. Я тебя прошу, не обманывай меня, потому что ни одного дракона уже сжег. Я не желаю тебе этой судьбы. Поэтому прислушайся. Все. Готов уходить? Да. Открывается наверху портал на чистоте синего дракона. Один, два, три. Дракон уходит на свою чистоту безболезненно, забывая дорогу назад. Закрывай, опечатывай, растворяй. Да, есть. То же самое относится к арахноиду. Арахноиду, ты больше не приходишь в это тело, потому что я его буду проверять. Если ты не хочешь неприятности, найди себе новое место обитания. Ты понял? Понял. Понял. Хорошо. Готов уходить? Готов уходить? Да, готов. Хорошо. И открывается наверху портал на чистоте арахноида. Один, два, три. И арахноид уходит на свою чистоту безболезненно, забывая дорогу назад. Хрю-хрю. Закрывай. Глаза у него красные. У арахноида? Ну, обиделся. Бывает. Они когда злятся у них. Красные глаза. Хорошо. Закрывай, опечатывай, растворяй. Все, черт. Ты все сделал, тебе относятся те же самые слова, ты понял. Больше не приходи в это тело, потому что найди себе новое место обитания, и все будет нормально. Подарок ты получил сегодня за кооперацию, за то, что ты мне на пару вопросов ответил. Ты готов уходить? Да, он готов. Хорошо. Открывается внизу портал на чистоте черта. Один, два, три. Черт уходит на свою чистоту и забывает дорогу назад. Закрывай, опечатывай, растворяй, ставь огненную пентаграмму. Есть. Хорошо. Так, проверку они прошли. И переходим на чистоту магического воздействия. Один, два, три. Если таковое было, оно сейчас проявляется. Нет. Хорошо. И выходим на чистоту магия, магическое воздействие. А, магию мы прошли. Хорошо. И переходим на чистоту неупокойной бесплотной души. Один, два, три. Если что-то есть, оно проявляется и выходит. Есть. И эта бесплотная душа оказывается в клетке тюрьмы. Значит, три, один, два, три. Это женщина, Карла. Подходим к ней, приветствуем. Карла, что вы здесь делаете? Я запуталась. Хорошо, Карла, где вы жили, когда жили на земле? Потерялась. Когда вы покинули физическое тело? Она не знает. Это уже должно быть очень давно. А откуда она свое имя помнит? Как давно она живет? Она говорит 82, вот идет 82. 82 год. В 82 году она умерла? Да. Карла, а вы не жили случайно в этом доме, где живет Татьяна? Она говорит, что скитается. А, скитается, понятно. Она в какой стране она живет? Она в Польше умерла. Она в Польше умерла? Очень интересно. Как долго она находится в биополе Татьяны? Она говорит, думаю, последние три месяца. Понятно. Вы были верующим человеком, Карла? Верили вы отца? Очень. Вы отца? Очень хорошо. Очень верила, да. Карла, хотите, я вам сейчас открою, у вас сегодня действительно знаменательный день, я вам сейчас открою портал, и вы уйдете в светлый портал, вы уйдете в чистилище, вы встретите всех своих родственников, друзей, всех, кого вы знали, когда еще жили, и заканчивается сейчас ваше скитание, вы хотите этого? Слышит, мне такие вибрации делают, она знает, что говорит, она говорит, я не ошиблась, я правильно попала в правильное тело. Она ждала этого. А как долго она ждала этого? Боже, я сейчас заплачу, но она три месяца вот у нее сидела. Останавливаю вибрации твои, один, два, три, Вера, слышишь только мой голос, ты слышишь только мой голос, отключай все эмоции, один, два, три. Хорошо, Верочка, слушай меня только. Она сидела три последних месяца, да? И сегодня этот момент, Карла, я могу вам его предоставить. Вы готовы уходить в светлый мир, в портал, в светлый портал, в чистилище? Она говорит, что ей пришла информация, откуда я знаю, откуда так говорит она. Что кто-то придет и отправит. Что из этого тела, да, можно будет попасть домой. Понятно, значит, за три месяца она уже знала, что мы придем, да? Знала раньше, добиралась еще. А сколько знала, Карла, последние вопросы? Я не буду вас больше задерживать. Где-то полгода так говорит. Вау. Хорошо, Карла, я рад этой встрече, я рад, что я сегодня смогу вам сделать хорошее. И на счет три, открываю портал, светлый портал в чистилище, один, два, три. Она говорит, вы удивлены, а я нет. Мы удивлены, потому что мы тогда еще не работали, а вы уже знали, что мы будем вас освобождать. Все взаимосвязано, говорит. Абсолютно верно. Карла, наш подарок вам, пожалуйста, светлый портал вас ждет. Он открыт. Она говорит, что я благодарю Татьяну и благодарю вас. Хорошо. То есть она не обижается, что я, она говорит, сидела у нее. Я понимаю, Карла, я, никаких проблем, вы самые, вы меньше всего принесли ей проблем по отношению, по сравнению с другими. Без проблем. Идите, вас там ждет новая жизнь. Мы желаем вам новой жизни. Всего самого наилучшего. Рады были встречи с вами. Рады, что смогли вам помочь. А, вылетела в портал это, да. Встречаю там, да? Закрываю, опечатаю, растворяю. Слово. Нам туда не нужно. Хорошо. Фух. Вещи бывают. Хорошо, Вера, переходим. Переходим. Что? Странная какая встреча. Но если бы это была не четвертая или пятая, а у нас это уже пятая встреча, когда они знали, что мы придем и отправим их. Ладно, хорошо. И переходим на бесплотные подселенцы. Мы прошли, да? Нет, еще не прошли. Переходим на чистоту бесплотных подселенцев. Если такого есть, они проявляются. Нет. Переходим на чистоту негативной игры. Игры, мешающие жизни, судьбе и здоровью, физическому и энергетическому. Один, два, три. Они проявляются. Саша, повтори, пожалуйста. Хорошо. У нее эмоциональный фантом вылазит прямо из нее. Он выпрыгивает и за ним сидит, как маленькая девочка. А как такое может быть? Ну вот она теперь как переполнена эмоциями, что ли. Разноцветными. И яркими, и темными, разными. Она живет за собой ее. Татьяну, и сейчас мы ей отдам команду. И начнется еще раз одна синхронизация, гармонизация всех энергий, которые находятся в ее биополе. Один, два, три. Пошла, начинается, синхронизируется все энергии, гармонизируется, усваивается, распределяется наилучшим образом. Татьяна становится спокойной. Все цвета распределяются по чакрам. Успокаиваем эмоциональный уровень. Один, два, три. Становится спокойной. Да, готов. Отлично, хорошо. И выходят негативные эгрегоры на счет три. Один, два, три, если таковые есть. Мешающие жизни, судьбе и здоровью физическому или энергетическому, Татьяны. Ну, эгрегор есть какой-то, но он как не негативный, что ли, как-то он так в сторонке стоит. И он действующий. Мы не знаем, негативный он или нет. Это должна только сама Татьяна решить. Поэтому мы спрашиваем Татьяну, тонкую копию, с какими хочет она расстаться с этим эгрегором и отключить его. Пусть она посмотрит его. Мы можем ей в этом помочь. Она пока оставит. Хорошо. Оставляем по желанию клиента. Переходим на частоту лярвы, если таковые есть. Они сейчас проявляются на ее теле. Один, два, три. Нет больше лярвы. Черт, все забрал. Хорошо. И. Из живота тонкой копии Татьяны, два пальца ниже пупка, заливаются пустоты, образовавшиеся от темных патогенных энергий, сжигая энергии болезней земных и космических. Активирует гармонии свойства чак. Два, три. Пошел свет. Да, готово. Но у нее энергии вот эти, которые остаточные. Они не темные у нее, то есть они серые, в то же время, там, кусками такими эмоциональными, яркими вспышки. Понятно. Хорошо. Открываем воронку против часовой стрелки. Один, два, три. Переходи свой высоковибрационный инструмент, работаясь в защите, для удаления остаточных негативных энергий вибраций по биополе Татьяны. И приступай к работе. Готово. Хорошо. Воронка открыта? Да. И скидывай, утилизируй, вместе с инструментом, вместе с защитой воронку выбрасываешь, уносится в галактическое дро на переработку в первичную чистую энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо. По закону воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Татьяна должна взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение. Она готова это сделать? Да, готова. Хорошо. Я говорю вслух, а ее тонкая копия пусть повторяет за мной. Я, вызывая все соглашения, контракты, договоры 1995 года, которые заключены осознанно и неосознанно, все кармические договоры, контракты рода, контракты на воплощение и миссии, а также все то, что им есть. Да, есть. Пусть тонкая копия их проверит, посмотрит и выберет, какие ей нужны, а какие она хочет аннулировать. Она хочет все аннулировать. Отлично, хорошо. И пусть повторяет за мной. Внутренняя властью моего суверенного я, я объявляю, что все эти соглашения... Знаешь, я уже говорила, она вот тонкая копия, да, ее, но в ней как маленькая девочка сидит, вот ребенок трех-четырех, может пяти лет я могу ошибаться, сидит на корточках как будто и вот палочка что-то по песку вот так водит. И вот у нее вот это одиночество какое-то в ней, и вот оно как будто осталось. И когда ты сказал про эмоциональный фантом, вот эта девочка вся встрепенулась, она как бы вылетела что ли, вот из нее, ну вот этими эмоциями одиночества какого-то. И замоталась какого-то, вот такой шар сейчас он висит. Похоже, мы ядро нашли. Да, хорошо спрашиваю. Но ей прорабатывать надо будет. Безусловно. Понимаешь, она, получается, что какая-то у нее что-то осталось с детства, это одно, а второе, что у нее как душа чистая, как у ребенка, то есть ей с одной стороны это надо прорабатывать, а с другой стороны ей нельзя с этим расставаться, то есть это чистота ее что ли. Вот она показала мне сейчас вот эти все у нее с детства, вот это накопленное какое-то одиночество, я не знаю, откуда у нее с детства такое одиночество, какое-то обиды, какое-то непонимание. Вот она сейчас висит в комке. Это все в комке. Хорошо. Эмоциональный фантом. Мы спрашиваем, Тунгую купит Татьяна, хочет ли она от этой энергии избавиться. Она хочет избавиться, да. Хорошо. И открывается воронка против часовой стрелки, и производим сброс всей негативной низкой вибрационной энергии, эмоций и мыслей на счет 1, 2, 3. Пошел сброс. Готово. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Хорошо. И подсоединяй тонкую купит Татьяна к источнику высокой вибрационной чистой энергии. 320 и 20. И на счет 3 в биополе Татьяна начинает входить. В потоке пошли, такие нежные цвета у нее какие-то как, ну я бы сказала, светом, таким свечением, мерцанием. И вот эта маленькая девочка, когда мы убрали этот эмоциональный фантом, да, вот эти эмоции. Вот только тогда она как сгармонизировалась копией с тонкой, но что будет дальше, это... Это зависит от нее, конечно. Татьяна, да. То есть сейчас вот она, ну как исчезла, она стала одним целым. Сейчас мы убрали из нее это все, и главное не изменить поток мыслей, изменить свою жизнь, направление. Теперь у нее, ей нечего бояться, она может вполне себя утверждать в жизни. Никто ей не будет мешать. Мы уже объяснили Татьяне, что это за это был ответственный дракон, который сидел 16 лет в ее теле. Это очень большой срок, это в принципе больше половины ее жизни, поэтому сейчас все зависит от нее. Хорошо, Вера, заполнилась она? Да. Запускаем процесс активации, идентификации души, значит, 3, 1, 2, 3, пошел процесс. Готово. Хорошо, пусть тонкая копия Татьяны вспомнит самый счастливый момент в жизни и даст нам числовое значение. 550. И подними уровень эмоционального состояния тонкой копии Татьяны до числового значения 550 Гц. Пошел подъем. У нас запаха, запаха, полыхала вся, сказала. Она импанта, она чувствует все очень сильно. То есть ее 550, это для кого-то 800 может быть. Она как трепещет тут все, у нее эмоции такие от мелочей. Так, а чего же ей это не быть, если она рак по гороскопу? А раки, они как раз, вот это она их фишка. Хорошо, Вера, мы это все сделали. Давай теперь синхронизируется энергия, вибрации гармонизируются. Распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Я ее сгармонизировала, но она постоянно меняет. То есть ей непривычные эти энергии, и она сама их постоянно меняет. То есть она играет ими. Это правильно или неправильно, я, честно говоря, не знаю. Но она их сама как распределяет, как им нужно. А, сама распределяет. То есть она привыкает к ним и меняет местами их пока. То есть пробует по-разному их, что ли, как сказать. Ну, в Челоке, понимаешь, сидел 16 лет дракон, поэтому она этих энергий просто не знает. И сейчас она начнет их потихонечку познавать, и в течение 30 дней у нее все наладится. Хорошо, Верочка. Давай переходим тогда. Мы закончили ее чистку. У нас еще есть 10 вопросов от Татьяны, ее куратору. И я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю прийти в нашу комнату диагностики куратора или учителя 1995 года, воплощенной на Земле. Один, два, три. Маски сними. Снимаются все маски, голограммы, фантомы. Представим перед тобой в первом, в данном виде, согласно своему эфирному коду. Кто у нас в комнате, Вера? У нас мужчина такой полный. Хорошо. Мы приветствуем куратора или учителя Татьяны. Представьтесь, пожалуйста, кто вы, куратор или учитель? Куратор. Хорошо. Уважаемый куратор, мы приветствуем вас. Мы работаем по просьбе Татьяны. Мы освобождали ее от энергетических паразитов, дракона, рахноя, черт и так далее. Это ваша подопечная. У нее есть к вам пара вопросов, которые она нам прислала. И мы хотели бы вас попросить ответить на эти вопросы. Вы не возражаете? Влад, у меня ощущение, что он ест постоянно пиццу или что-то ест. Снимаются все маски, голограммы. Один, два, три. Маячок. Зеленый, красный. Если это куратор, зеленый. Если нет, красный. Один, два, три. Ну вот он говорит, слушаю вас. Что тут такого? Люблю поесть. Мы просто удивлены. Мы такого никогда не видели. Но вы простите и нас. Мы должны проверять, с кем мы имеем дело, уважаемые. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Как ваше имя? Том. Том. Хорошо, Том. Мы приветствуем вас. Меня зовут Влад. Это Вера перед вами. Он говорит, как Том и Джерри. Я уже понял. Хорошо. Том, из какой вы страны? Где вы жили на Земле? Вы жили когда-нибудь на Земле? Последнее ваше воплощение? Или это давно было? Хороший вопрос. Хорошо. Ну, он говорит, я там и жил. Италия. Там вкусная еда. Абсолютно. Согласен с вами. Самая вкусная в Европе. Я сам живу в Европе, поэтому я могу это подтвердить. А когда вы жили, Том? Какие годы это были? 1600 что-то такое. Вау. Ну, это действительно уже давно. Ну, вы, наверняка, опытный куратор. 28-й. 1628-й. 1628-й. Средние века в Италии. Но я бы сказал, не самое лучшее время, если по сравнению с нашим временем. У нас более миролюбиво, чем у вас тогда было. Но все равно... Да, говорит, тогда еще пиццы не придумали. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Кстати, мы вам в конце сеанса, предложим мы всем нашим кураторам, всегда дарим подарки. Если у вас будет любое желание, мы вам его исполним. Хорошо, Том. Переходим к нашим вопросам. Он мне огромную пиццу такую показывает. Да, я ему такую сделаю, но он ее не унесет. Мы в состоянии. Переходим к работе. Том? Он сейчас думает о этой пицце. Такое ощущение идет, что вот этот куратор у нее как с детства, что ли, был. И когда она перейдет на новый уровень, у нее будет новый куратор. Но пока он... Понятно. Я понял. То есть она немножечко отстала для того, чтобы к ней перешел новый куратор. Но это поправимо. Хорошо. Возможно, эти интерференты и помогали. Том, мы хотим задать следующий вопрос. Первый вопрос Татьяны. Это какая я душа? Она имеет, наверное, космическая душа или она земная душа? Космическая. Космическая. Вот она спрашивает второй вопрос. Сколько лет? Сколько лет ее душе? Можно ответить на этот вопрос? Опытная старая душа. Он говорит, на восьмом уровне ее высшая я. Вы сами решайте, какая она душа. Ну, хорошо, хорошо. Восьмой уровень, высшая я. Я понял, хорошо. Это развивающаяся душа. Благодарю. Потом она спрашивает, кем я была в прошлой моей жизни? Кто я была? Это американские индейцы. Вау. Кем она была, какие это годы? 1600. Что это? 42-й. Восемьдесят четвертый. Кем она была? Она была мужчиной, женщиной? Мужчиной. Сколько прожила? Чем занималась? Ну, чем индейцы занимаются? 42-й, 84-й, он сказал. 42-й, 84-й. Понятно, хорошо. На вопрос, на каком уровне находится высшая я, вы уже ответили. Следующий вопрос. Сколько у меня кармических узлов? Какие они и сколько осталось пройти? Какие они? Нас еще никто не спрашивал. Я эти вопросы, честно говоря, еще не читал. Но какие они? Это ж никто никогда не скажет, Татьяна. Они для того и кармические узлы, чтобы вы их не знали. Итак, сколько у нее кармических узлов и сколько ей осталось пройти? Ну, смотри, он что говорит. Несмотря на то, что она такая молодая, она уже прошла два кармических узла. И надо заметить, прошла с интерферентами, которые сидели один из десяти лет в ней. Он 16 лет в ней сидел, и который всю жизнь до такой степени осложнял, что у нее сомнения появились и так далее, и так далее, и так далее. Принятие решений, и поэтому я вполне понимаю, что это действительно были тяжелые узлы. И сколько осталось? Два она прошла? Три осталось. Значит, пять узлов было, три осталось. Благодарим. Следующий вопрос. Том, почему мне трудно быть с другими людьми? Потому что ты эмпант. Эмпант. Потому что ты отдаешь, эмоционируешь на все, и он не показывает энергии. То есть иногда тебя раздражают другие люди, ты не можешь себе это объяснить. Иногда твои эмоции влияют на людей, и эти энергии идут в разрез. Дисгармонирует. Хорошо, я понял. А как этого ей избежать, Том? Научиться держать баланс внутри себя, гармонию. Татьяна, вы слышали. Это совет от вашего куратора. Научиться держать баланс, гармонию, своей энергии. Она пишет, иногда отталкиваются люди от меня, и я не чувствую по себе. Не знаю, что она имела здесь в виду. Понятно. Но вы ответили на этот вопрос, я понял. И она тоже поняла. Это не твои энергии. То есть как, не то, что они твои, ты не можешь их воспринимать. Он мне показывает, вот энергии, они как сливаются, и они не заходят аккуратно одна в другую, они как ножами вот одну в другую прорезают, и идет дискомфорт. Это имеется в виду с другими людьми? Это не можешь объяснить, да. То есть ни она не может объяснить, ни другие люди, но это идет на тонком плане. Так это отлично. Это, в принципе, Татьяна, если вы в такую ситуацию попадаете, так это, в принципе, если вы уже знаете, о чем идет речь, это очень тогда легко. Вам с этими людьми некомфортно, потому что они к вам не подходят по своей энергетике. И лучше это узнать заранее, чем… Он говорит, что это не всегда так, потому что иногда… Ну, так же ее энергетика, которую она… Импульсивности производит. Да. То есть или чересчур эмоционально реагирует, или же замыкается в себе. То есть ей нужно найти вот эту гармонию к своим, своих эмоциям, и плюс еще не пускать чужие. Медитация помогает в таких случаях сгармонизировать все энергии, которые находятся в теле, просто освободить голову. Хорошо. Ну и копить нельзя, он говорит. Ну и копить, безусловно, они должны находить свой выход. Но это можно находить, и эту энергетику можно сбрасывать. Том, вы же знаете… Что-то поможет делать руками. Например? Кропотливые пазлы. Пазлы собирать. Вот, кстати, хороший совет. Да, если… То есть она, чтобы занять свою голову, да? И руками работать, и отвлекаться. Получается, через вот эти вот кропотливые действия у нее будет выходить все это. Она будет учиться думать в это время плавно. Очень хороший совет. Плавные мысли, как они будут гармонизироваться в это время. Я прямо сейчас увидел этот пазл на весь стол, и действительно у тебя просто ни секунды времени не останется думать о чем-то негативном, и в процессе действительно это та же медитация. Абсолютно верно. Это для меня, ну вот синоним как-то слова буддизм приходит. Хорошо. Благодарю, Том. Очень хороший совет. Благодарю вас. Восьмой вопрос. Почему? Это он говорит, это и есть дзен. Дзен. Вот именно на языке крутилось, хотелось сказать дзен. Абсолютно верно. Это состояние, когда ты ничего не хочешь, и ты счастлив просто, и вот эта золотая середина. Дзен пишется на итальянском, то есть она найдет это в интернете. Хорошо. Восьмой вопрос. Почему я не могу создать любые отношения? По той же причине. По той же причине. Зен внутри себя. Тебе нужен зен. Отлично. Мы редко, когда слышали от кураторов, такой конкретный совет, именно потому что зен, если задать в интернет, все сразу, и музыка, и видео будет, и это действительно прекрасная музыка, это состояние. Я очень рекомендую Татьяне и всем другим, кто слушает нас. Он говорит, что все, что ты сказал, это снаружи. Да. Чтобы притягивать людей, нужно иметь его внутри. Это состояние. Ну, изнутри получается. Так оно идет изнутри снаружи. Это значит, если ты зен в себе держишь, то это выходит из тебя. То к тебе придут правильные люди, которым ты интересен. Все правильно. Ты сама будешь выбирать. Все правильно. То есть та энергия, которую человек из себя посылает, эту энергию и получает, это закон. Совершенно верно. Потому что на данный момент у нее такие короткие вспышки энергии. Краткосрочные. Все понял. Как и отношения. Как та звезда, которая сгорает за секунду, делает большую вспышку, и потом у нее нет сил на все остальное. Как бабочка на огонь. Как бабочка на огонь. Хорошо. Том, девятый вопрос, ее последний. Какая моя энергетика? Я не знаю, что она имела это в виду, но, скорее всего, положительная или негативная. В этом она плане, хотела, наверное, спросить. Она яркая, но краткая. Я понял. Два слова, которые все описывают. Яркая, но краткая. То есть, эту яркость надо растянуть на долгий период, и тогда будет светлая Татьяна стоять. Да, ты как ее должна сделать, как гуще, что ли, своей энергии, вполне наполненной. И тогда и отношения будут такие. Я от себя задам еще вопрос. Есть ли у нее какие-нибудь творческие способности, в которых она могла бы, так сказать, найти себя? В каком направлении ей стоит обратить внимание на какие-нибудь, может быть, аспекты, чтобы сделать ее более счастливой в этой жизни? У нее много талантов. То есть, чем бы она ни занималась, она может быть счастливой? У нее много талантов. Она сама должна прочувствовать. Отлично. Том, я сердечно вас благодарю за эти ответы. Это прямо в точку было. И мы для себя даже очень многое нового узнали. Пришло время подарков. Он хочет добавить. Пожалуйста. У нее много, почему он говорит, что у нее много талантов. Он имеет в виду, что чем бы она ни занялась, она может себя реализовать там. Просто ей нужно найти тут, выбрать из них то, что ей больше по душе. И чтобы это не было что-то краткосрочное. И чтобы это найти, ей надо войти в состояние дзен и посылать эту энергетику умиротворения. Он говорит, в любом случае надо пробовать. Конечно. Хорошо. Том, скажите, она может с вами связаться в медитации? Она может с вами общаться? Она сможет с вами контактировать? Мне бы очень хотелось, чтобы ваш диалог продолжался. Она сможет, когда успокоит эмоции. Мы верим, что Татьяна с этим справится. Теперь, когда она уже знает ответы на эти вопросы. Том, если вы хотите сейчас что-то добавить или сказать ей лично, это был бы самый лучший момент, потому что она это услышит лично и ей будет... Он говорит, что я хочу только поправить, что когда она выберет свой путь, добавится куратор. Как не придет новый, они уже у нее есть. Просто он как выйдет на сцену, вот он говорит, из тени. Сейчас он не выходит, потому что хватает меня. То есть она еще не достигла той ступени? Это не значит, что она не развита или не достигла чего-то. Она пробует и идет в хорошем настрое. Просто ее эмоциональное состояние, вот это оно и мешает. У каждого свой ритм. Да, вот это он хочет добавить. Кто-то быстрее развивается. Она еще молодая девушка, поэтому у нее еще все впереди. Я очень просто рад, что она в этом возрасте задумалась, а не в 65 лет, как многие наши клиенты. Да, он хочет сказать, что ни в коем случае она не не то, что она не развита или не выбрала что-то. Она пробует, она все так и делает. Мы все на земле проходим этот путь. Пока ищет. То есть пока меня хватает как куратора. Вот это он хочет сказать. Том, с таким куратором я думаю, ей будет очень хорошо и весело в жизни, потому что мне абсолютно понятно то, о чем вы говорите, ей абсолютно тоже понятно, о чем вы говорите. Я очень надеюсь, что Татьяна прислушается к вашим словам сейчас, успокоится и все будет у нее хорошо. Вы хотите что-нибудь передать сейчас Татьяне лично? Она это услышит и наверняка будет приятно. Он говорит, что я хочу сказать ей, чтобы она не отказывала себе в удовольствиях. Он имеет в виду еду. Вот. Татьяна, золотые слова. Этим я могу объяснить свой живот. Ладно, хорошо. Том, очень приятно. Я понял, и она поняла, о чем идет речь. Он говорит, а я свой. Да, конечно, да, ну, безусловно. Том, теперь переходим к нашей самой хорошей части. Давайте устроим гастрономический пир. Если вы помните или знаете, что сейчас на земле есть какие продукты, я прошу вас их перечислить, и вы это все получите. Я вам даже тележку дам для того, чтобы это все отвести. Знаешь, что он еще ей, вот, подожди, он ей еще говорит, что, как совет дает, что вот эти вот энергии, которые у него вспламеняются, она может их тушить, представляя энергию воды, такую прохладную воду даже немножко, как лед, вот он показывает такую голубую энергию воды, что она окутывает и оброли. Я вижу мыслеформу, это да, она сразу гасит эту волну, только зарождается огонь, надо сразу включать эту программу, и автоматически она гасится. Он говорит, что все должно быть в балансе, то есть эмоции не такие, как сказать, яркие, но не чересчур яркие, вода холодная, но не замороженная, то есть вот если она сможет вот это балансировать, у нее и жизнь по-другому пойдет. У нас называется золотая середина, найти ее на земле. Он говорит, что я просто хочу подстраховать себя, что она правильно поняла, не надо перебарщивать, а то заморозит свои эмоции и будет камнем или куском льда. Говорит, со стеклянным сердцем. Такие примеров очень много на земле, абсолютно, я понимаю вашу озабоченность, очень много красивых людей на земле, разных людей, кто-то ставит, даже у нас был клиент, которого мы прям сдирали с него маску, которая была полностью на его теле, вот он, два человека жили, внутри жил человек, а снаружи жил какой-то деспот, который оборонялся от всего негативного. Я просто, ну, этому человеку на 20 лет больше, поэтому я понимаю сейчас вашу, вашу озабоченность. Безусловно, она, я уверен, справится с этим, если человек импад, и она научится находить свою золотую середину, ей намного будет легче, и она начнет себя реализовывать, но она рак по гороскопу, а раки, они все равно все пропускают через сердце. Это есть, если, такая, в общем-то, это аксиома, вот, поэтому ей было бы, конечно, лучше действительно начать, войти в состояние цен, в это состояние, которое вы ей посоветовали, вы очень много дали ей хороших советов, я очень... Но он смеется, а то, говорит, она будет вареный рак, если переборщить. Абсолютно верно, и такие и есть, мы таких встречали. Все, Том, у нас вопросов больше нет, если у вас тоже никаких вопросов нет. Ну, он говорит, нет, но раз уж про раков заговорили, можно ли немножко? Вот, хорошо, давайте начнем с... А как вы насчет пива? Воздержусь. Хорошо. Вареных раков в ведро сейчас появляется, абсолютно свежее, абсолютно горячее, с самой чистой реки, которая только есть на земле, самые вкусные раки. Насчет три, один, два, три. Вот именно ведро пять литров. Великолепно, великолепно. То, что вы хотели, Том. Что бы еще вы хотели? Даже не мечтал. У нас пицца тут крутится огромная, вот это. Все, и вот эта огромная пицца сейчас на таком огромном подносе. Толщина этой пиццы, раз, два, три, три сантиметра, один, два, три. Самая вкусная пицца в мире, один, два, три самых свежих продуктов появляется. Большая по размерам. Нет, он хочет тонкую. И делаем ее тонкой. А, абсолютно верно, потому что она должна быть в каменной печи. И делаем ее тонкой, эту пиццу на счет три, один, два, три. Да, все появилось, все как он хотел, много сыра, тонкое. Мы мастера. У нас это очень хорошо получается в плане дарить подарки. Лучше даже, чем людям не подхватить назад интерферент. Но мы делаем все, что мы можем. Он говорит, я благодарю вас, и если мы закончили, я бы хотел уйти. Том, мы не смеем вас задерживать, потому что все горячее, все свежее, все ждет. Мы благодарим вас за ваш приход, благодарим за эти теплые встречи и ваши слова. Прощаемся с вами на этом месте и желаем вам всего наилучшего. Примите нашу энергию благодарности, пожалуйста. Он благодарит Татьяну за то, что она путь нашла связаться с ним. И он всегда на связи, если она сможет когда-то и захочет с ним поговорить, он всегда готов. Это не так и трудно. Он благодарит нас. И мы благодарим его. Очень было приятно с приятными людьми общаться. Желаем вам всего наилучшего. Вы найдете выход сами. Уже ухожу. Прощаемся. Хорошо, Верочка. Мы закончили с Татьяной. Можем ее возвращать в ее тело. Ты готова? Да. Хорошо. И для усвоения вибраций возвращаем энергию вибрации. Возвращаем тонкую копию Татьяны в систему Биоробот Душа. Заводим. Подключаем ее к каждому внутреннему органу. Каждой клеточке из виленки головного мозга идет стопроцентная синхронизация вибраций энергии между физическим телом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключаемся от объекта и перемещайся в твою чистую зону комнаты диагностики. Один, два, три. Да, я здесь. Субтитры создавал DimaTorzok